всем привет меня зовут дюк юсупов и сегодня вам поведаю об одном интересном спектрами которым я сейчас есть который выглядит вот так и многие даже его на раз сразу опознали о так ему узнаваемому корпусу клавиатура пластиковая полноразмерная перфорация верхней части и даже если не вчитывается вот эту наклейку который сделал я уже сам многие снова сразу скажу что это дельта с это правильный ответ российский клон производимые где-то в 90-е годы прошлого века изначально были разные варианты данного компьютера я даже писал целую статью посвященную такой краткой истории всех моделей дельта с которые выпускали за это время начиналось у 48 килобайтов машин потом были выпуски 128 килобайтовых машин данная машина изначально было 48 килобайтовая наклейку я уже сделал потом когда дорастил ее до 128 килобайт поэтому сейчас на нее может просто внимание обращать а так изначально это был 48 килобайт и спектрум купил я его на авито обошелся мне тогда где-то года полтора назад 4000 рублей что достаточно было дорого но брал я его за эту цены потому что он оказался в очень хорошем состоянии потому что изначально я искал не спектру на авито а внешнюю клавиатуру для zx evolution на тот момент у меня уже был zx dos plus у меня был уже оригинальный zx spectrum плюс 2 у меня появилась zx evo zx evolution и еще наличие еще одного спектра не ходили мы планы мне нужен был внешний внешняя клавиатура для zx evolution потому что изначально у меня ее роль играл пока я не починил zx spectrum плюс 2 его клавиатура а потом когда я починил у меня внешней клавиатуры не стала играть можно было теперь только на ps2 клавиатуре что не так аутентично как хотелось бы вот поэтому я начал искать на авито вот подобные варианты разных моделей zx spectrum и сразу натолкнулся вот на широко представленные дельты это естественно есть разными корпусами есть и с разными клавиатурами есть стеклянная клавиатура так называемая с прозрачными кавишами есть вот такие вот варианты эта клавиатура наверно одна из самых лучших которые производилась советском союзе ссср и в россии и и практически полностью повторяет своим принципе и размером и разъемом и всем остальному обычную стандартную клавиатуру zx spectrum уже которые шла в расширенных редакциях не резиновая это вот клавиатура в первом версии zx spectrum а уже до дальнейшем и я сравниваю с клавиатурой zx spectrum плюс 2 они практически идентичны только понятное дело что здесь раскраска другая здесь нанесены название в отличие от zx spectrum плюс 2 где все это дело просто убрано и все команды basic оттуда исчезли здесь обычная стандартная такая хорошая клавиатура по качествам ее нажатия она уступает клавиатуре zx spectrum плюс 2 насколько я смог понять из опыта использования но это самое лучшее что принципе можно было приобрести других просто я не видел конечно есть варианты с герконовыми клавиатурами которые считаются самыми-самыми лучшими я просто самых ниже ищу пол поэтому ничего по этому поводу сказать не могу из того что мне было это была такая же клавиатура моем пентагоне который был у меня в 90-е годы и которые за долгие годы его использования просто вышли стройного мембрана выше строй починить я не смог ну и как только я его купил я его сразу приспособил в качестве внешней клавиатуры для zx evolution поэтому мне пришлось вывести сюда вот разъем с карт на который я вывел все сигналы от клавиатуры такой же разъем я вывел zx evolution на заднюю панель хорошо что разработчики его догадались сделать гребенку которая можно вывести все эти вот разъем для внешней механической клавиатуры и после этого обладая обычным кабелем scart to scart можно было соединить вот эти два компьютера друг с другом и пользоваться этой клавиатурой как внешней клавиатуры для zx evolution сама по себе клавиатура отлично как я уже сказал поэтому одно удовольствие было играть zx evolution именно с помощью вот этой модели zx spectrum но эта модель меня еще кое-чем заинтересовала когда я ее выбирал при покупке справа выведен вот такой порт расширения специфического формата тоже советского и он изначально был предусмотрен для подключения к нему контроллера дисковода который также разрабатывался тем же самым заводом который выпускал вот эти вот модели дельт и можно было к нему подсоединить как раз то самый контроллер дисковода он туда пристегивался то есть можно было прямо его корпусу пристегнуть он получается составлял как бы единое целое посмотрев на состав вот этих вот выводов которые выводились вот на этот разъем я понял что это в принципе полный аналог разъема zx bass и почему бы было бы не использовать его для подключения той периферии которая например я купил для zx spectrum плюс 2 я начал смотреть в интернете ну как оказалось уже кто-то за меня сделал всю работу то есть такой переходник был разработан герберы где-то лежали то есть я мог скачать и заказать их в китае чтобы не их произвели такие переходнички вот так вот примерно выглядит обычный переходник с одного разъема на гребенку zx bass и в принципе все после этого можно было воткнуть его в разъем на самом корпусе и приобрести возможность подключать к нему все что угодно ну тут на самом деле возникли проблемы потому что когда например я попытался к нему подключить контроллер дисковода который у меня прекрасно работал этот spectrum плюс 2 нам zx spider 128 оказалось что сам контроллер работает он заходит в терридос но не читает ни одну дискету то есть он выдает но диск сообщение и покопавшись в интернете я тут же выяснил что проблема то принципе широко известно то есть контроллер дисковода на этой шине не может работать вместе с этим устройством потому что здесь есть кэмстом джойстик и полной дешифрации портов естественно в этой модели нет на самом деле с точки зрения вот самого контроллера дело оказалось еще проще покопавшись схемотехники у данного экземпляра я выяснил что вот сюда на эту шину выведены еще дополнительный сигнал который помогает отрубать внутреннюю периферию которая здесь уже подключена внутри этого компьютера при получении сигнала с внешней периферии то есть а у самого контроллера вот на этот вот самый последний пин был выведен именно сигнал который давал понять что он работает и можно было использовать его то есть я вот накинул один проводок на этот вот контакт в разъеме снп и собственно говоря оказалось что все работает то есть можно было просто подключить сюда после этого контроль дисковода к нему дисковода и все заработало то есть эту проблему я поборол таким вот образом и также не работал у меня здесь diff.mc то есть я тоже прикупил diff.mc думал что он будет работать но оказалось что нет вот с diff.mc у меня возникли очень большие проблемы и пока я не поборол и не сделал здесь дешифрацию портов в данном экземпляре я diff.mc так и не заработал ну по этому поводу я чуть попозже расскажу что еще интересного в данном компьютере есть ну можно сказать так здесь есть полный набор разных выводов которые необходим то есть например здесь на экран у нас выходит от gb сигнал можно подключить его к телевизору полноцветному качественному изображению здесь есть у нас питание которое требует только плюс 5 вольт то есть плюс 12 вольт не надо не требует специфических блоков питания и я мог убрать тот самый громоздкий блок питания который шел вот этому компьютеру и заменить его на обычную с но не за этом зарядку для смартфона достаточно просто чтобы зарядка выдавал хотя бы один ампер вот здесь есть вход с магнитофона выход на магнитофон и в частности сюда же выдается сигнал бипера что я узнал чуть позже и есть два джойстика вот тот самый campton джойстик и simple джойстик вот в этом разъеме у нас был гнездо для выхода телевизионного сигнала для подключения к телевизору но сам вот секом кода который здесь встроен в данную плату он откровенно говоря не очень хорошего качества это раз а а во вторых он выдает картинку только черно-белую и побороть это невозможно то есть и сам собственно сигнал ловится очень плохо на современных телевизорах он постоянно плывет качество и очень низкая и проще было его убрать и заменить на кнопочку включения выключения ну а для zx evolution я еще вывел сюда дополнительные кнопочки это была кнопочка сброса zx evolution и кнопочка вызова ммай меню и сюда еще вывел крутилочку для встроенного бипера про бипера тоже попозже расскажу ну что еще можно сказать по поводу привлекательности данной модели именно для меня это еще в придачу ко всему прочему что я уже сказал это небольшое чувство такое ностальгии потому что подобные вот компьютеры были у многих моих друзей у родственников и даже я под конец 90-х получив подарок от одного товарища точно такой же вот компьютер только в корпусе белого цвета у меня тогда свой пентагон сломался как я сказал мне вышла из строя клавиатура я не смог ее починить и мне один товарищ просто отдал свой ненужный спектрум но я его тоже недолго использовал у меня возникли проблемы с подключением его к телевизору потому что телевизора хотя и был полный скарт но я так и не смог догадаться как его переключить собственно на прием сигнала gb это сейчас я уже знаю что нужно было подать там по одному и спину 3 вольта и тогда бы телевизор бы сам бы понял что я даю ему сигнал gb он бы на него переключился в ту пору конечно же не было никакой дополнительной литературы по этому поводу почитать это было невозможно интернета также опять же не было приходилось все делать скажем так основываясь на каких-то своих там знаниях которые там были там и кин догадках методом тыка естественно вот и вот так вот потыков потыков этот разъем я не добился ничего кроме черно-белого изображения ну скорее всего композитного черно-белое но еще было потому что вот опять же данный клон он почему-то выдавал синхросмесь который вот ша у него сигнал вот этот вот разъем rgb он почему-то выдавал это же черно-белый почему я не понимаю то есть например если сравнивать с тем же самым там zx spectrum плюс 2 туда идет цветное изображение как собственно говоря на то же самое телевизионный разъем там тоже цветное изображение идет что было сделано инженерами здесь не так я не могу сказать вот и естественно получилось так что после моего то пентагона со встроенным дюймовым дисководом с чипом а игрок загружать уже игрушки через магнитофон и на черно-белом экране мне показалось совсем тоскливо и поэтому я свою дельту в свое время как-то забросил ну вот сейчас вот найдя ее на барахолке я вспомнил конечно же сразу ее потому что я в нее в детстве тоже играл и в друзей играл у родственников играл поэтому я хорошо знал эту машину вообще принципе можно сказать так что в детстве я думаю что есть вот нормальная спектру как у меня такие современные 128 килобайт который дисковода дисковод там быстро загружается там есть нормальная музыка там все хорошо есть вот такие вот какие-то старые варианты которые еще там 48 килобайт не все игры там можно загрузить здесь бипер один какой-то писклявый визглявый который слушать было невозможно вот и поэтому что грузить еще нужно опять же там все это дело через магнитофон долго медленно там короче говоря было понятно что есть вот это вот и есть вот нормальные пентагоны то время я еще тогда не знал о наличии большого количества различных моделей спектру мы у нас в россии и узнал скажем так об этом уже ближе концу 90-х годов когда начал читать разную компьютерную прессу того времени но сейчас я собственно приобщиться решил именно вот к этой модели смотреть как она себя ведет в действии и казалось принципе это нормальная хорошая модель есть еще один неявный плюс данной модели она построена полностью на доступных компонентах то есть никаких здесь вот дополнительных таких специфических микросхем который сейчас бы невозможно было бы достать нет все это обычные микросхемы стандартной логики плюс процессор там плюс bios ну то есть пзу вот они все легко доступны и при например там какой-то там выходу из строя чего-нибудь они легко заменяются те же самые например чипы памяти можно легко сейчас достать вот ну и все остальные собственно говоря компоненты поэтому это вот большой плюс для тех кто хочет например отремонтировать там или доработать или еще что-нибудь это здесь плата она на самом деле очень хорошо ремонтопригодна в отличие от тех российских клонов zx spectrum которые построены на микросхемах типа присн например там бмк или тому подобных там микросхемах вот здесь таких микросхем нет и она достаточно легко скажем так и диагностируется если например там какие-то проблемы возникают и принципе легко чиниться то есть заменить достаточно заменить микросхему и все принципе вся починка сводится именно к этому ну на этом с внешним осмотром и пожалуй закончим и перейдем вскрытию данного клона и посмотрим что там сейчас у него внутри и итак приступим к вскрытию нашего пациента как я сказал уже корпус мне внешне весьма нравится сейчас посмотрим что у него внутри снизу кстати говоря мы видим очень много перфорации дырочек в корпусе служащих для вентиляции правда есть один небольшой нюанс вот здесь перфорации как раз нет на самом деле если мы потом раскроем корпус и посмотрим то вот здесь у нас будет процессор то есть он будет вот с этой стороны а вот здесь у нас будет память вот как раз вот эти две части нагреются больше всего так что тут у меня на самом деле вопросы есть к тому кто придумал вот здесь вот именно вот дырявить греется все таки больше его нижняя часть так ну ладно приступим значит скрытию откручиваем четыре маленьких винта и как потом окажется что всего эти вот четыре винтика держат собственно говоря в сборе весь корпус вот мы его переворачиваем и верхний панель у нас легко снимается открывая доступ внутренности то есть она ни к чему не прикреплена никаких в ней нет деталей внешних еще чего-нибудь такого это мы можно просто убрать в сторону дальше значит у нас для разбора нужно снять клавиатуру клавиатура здесь опять же мы видим никак не закреплена то есть никакими винтами не стянуто нижней части корпуса держит ее только два ушка здесь вот который заходит направляющие и вот здесь вот два пятака которые нужны нам для крепления корпуса они просто и снизу поддерживают достаточно из них вот так извлечь и клавиатура легко может быть перевернута на эту сторону и нам будет не мешать как мы видим клавиатура у нас собрана на льдином блоке здесь у нас пружинные кавиши здесь пружинки возвращают их от вот этим пластиковым корпусом у нас тут эти слойные мембрана и завершает все это дело так стенная стальная пластина этот клавиатура наверное есть больше так больше вес этого корпуса вот вот можно вот убрать собственно говоря и получить полный доступ уже самой плате клавиатура изначально укрепилась на гибкий шлейф но я поскольку постоянно ее вставлял вынимал и разнообразных доработках и разных рода допиливание этого устройства то поэтому у меня постепенно этот гибкий шлейф затирался вот своими вот этими вот контактами которые здесь вот изначально были и постоянно приходилось его подрезать то есть уже здесь уже остался совсем чуть-чуть уже он будет гораздо длиннее и даже дойдя вот до этого вот уже совсем основания он здесь совсем плохо стал контактировать со мной платой то есть и периодически какие-то там у нас либо отдельные кавиши приставали работать либо целыми рядами то есть поэтому я заменил его ремонтировал таким способом потому что сейчас просто так вот мембрану для вот такой кавиатуры не найти я заменил ее просто вот заменив сам гибкий шлейф на вот такие провода то есть это просто шлейф от флопе дисковода таким вот образом загоняется вот сюда вот за этот зажим между вот этими всеми мембранами главное чтобы попасть на все там необходимо здесь вот 8 здесь 5 их выводов и не и не перекрыв остальные и затягивается здесь болтами надежно придерживая уже потом этот шлейф вот в этом отверстии можно это просто сейчас отсоединить у меня сейчас посажено все это дело на гребенке обычная здесь раньше были разъемы куда втыкалась гибкий шлейф теперь у меня просто сюда крепится гребенки крепление опять же стало получается более надежными теперь ничего не отваливается и все клавиши стабильно работают это была первая доработка которая пришлось мне сделать с кавиатурой надеюсь последние еще одну доработку я сделал по поводу бипера как я говорил этого достаточно писклявое устройство средних практически нету про басы тут вообще уже могу молчать то есть это практически мембрана для каких-нибудь там часов там электроника там ремонта на зачем ее использовать здесь я не знаю видимо больше ничего не было воспользовались тем что есть но местное и собственно достоинство что звучит она еще и не громко что если бы она еще громко звучало бы не силу бана сильней поэтому я сразу же ее таял и вместо нее использовал другой динамик у меня такой динамик стоял моих маленьких колоночках для вывода звука с чипа игрок еще моем старом пентагоне вот я тут копал тут у себя на закромах и поставил сюда громкость у него достаточно он даже скажем так чересчур громко звучит поэтому пришлось поставить переменный резистор и чтобы этой ручкой можно было покрутить и выставить нужную громкость то теперь можно и погромче и можно потише можно совсем и отключить если не то необходимости нет тем более что на магнитофон сигнал бипера спад и идет то есть можно подключить и например магнитофону и предупреждает просто убрать и например используйте параллельно получается такой стерео всем достерю эффект о клавиатуру я уже говорил что я ее теперь я сразу практически подключил своему zx evolution и вот сделано таким вот образом то есть идут вот эти вот контакты один снимает эти пять контактов синклер джойстика это казалось проще всего а здесь снимаются диоды с диодов вот эти аккуратуры и идет вот на этот вот разъем с карт и выдается вовне кроме этого сюда также выведены как я сказал уже две кнопочки сброса nmi эти две кнопки это для чисто для zx evolution я решил на этом не останавливаться и попользовавшись некоторым время 48 килобайтным вариантом этого спектрума кстати оказалось что множество игр именно под 48 килобайт прекрасным образом идут вот и никаких с этим проблем особых нет например с контроллером дисковода если сюда подключить можно загружать даже такие большие игры как например там звездное наследие то есть вот пожалуйста вроде бы казалось бы здоровенная игра занимает весь диск но с подгрузками вполне возможно использование и вот для 48 килобайт лишь бы был бы дисковод дисковод у меня как раз был но в итоге я все-таки подумал что стоит доработать дает до 128 килобайт изначально конечно я не знал как это делается я не специалист в электронике в этом вообще не разбираюсь но благодаря тому что я посмотрел видео константина иги в котором он собирает ленинград и потом дорабатывает его в том числе и память расширяет для для него и подключать ему контролер дисковода и все остальное вот благодаря этому видео я загорелся тоже посмотрю его посмотрев и решил тоже в этом вопросе разобраться взял его схему которого на сайте своем выкладывают и решил ее воплотить жизнь на самом деле говорится глаза боятся руки и жопы вот поэтому пришлось ее проанализировать и понять собственно говоря каким образом у нее здесь можно использовать изначально конечно было ничего не понятно но потом потихонечку проанализировав принципиальную схему дельта с которая есть очень хорошем качестве и практически полностью соответствует ну там есть несколько ошибочек которые нашел мой это не принципиальные а вот разобрав саму саму плату с положением элементов этой схемы и проанализировав самая главная схема ленинграда я выяснил что практически вот это вот дельта с является на на клоном ленинграда потому что большую часть на 90 процентов это практически один в один скопирована с ленинграда и вот например если посмотреть то вот это вот на схеме часть это практически то же самое что изображено и в ленинграде и например там тоже самое видео вывод кусок да он практически тоже один в один да конечно на схеме дельтс присутствуют свои исправления свои доработки вот например здесь уже заранее у нас есть ход магнитофона есть выход на динамик у нас здесь есть отдельная такой доработка это качестве вывода на принтер то есть с помощью с можно было печатать на принтер на это место занял сейчас вот этим с картам для под клавиатуру потому что принтер я к нему точно не буду подключать и здесь есть кампстон джойстик в отличие от схемы ленинграда этот кампстон джойстик этой плате реализован очень специфическим образом что в дальнейшем создаст нам кучу проблем то есть здесь нет на самом деле нормальной дешифрации портов по кампстон джойстику и него реализация сводится к использованию двух микросхем кп-11 на которой подается то же самый сигнал чтение клавиатуры и в частности подается сигнал чтения джойстика насколько я понял по крайней мере по этой схеме благодаря чему у нас работает и клавиатура у нас работает кампстон джойстик но без нормальной дешифрации этих портов возникает постоянно коллизии с теми устройствами которые мы подключаем внешнему разъему с чем мне пришлось в дальнейшем столкнуться ну а пока вот я разбирался с памятью собственно с чипами как я сказал схему я взял пастантина иди я ее решил дорабатывать на не с допайкой сверху микросхем ру 5 здесь у нас располагаются микросхемы ру 5 обычно располагались 8 штук которые давали нам в общей сложности 48 килобайт памяти в данном спектруме я решил заменить на чипы иностранного производства 41 256 драм поэтому я их заказал пришлось выпаять вот эти все после микросхемы заменить их уже на эти чипы ну понятное дело после замены чипов у нас память не добавится потому что требуется еще дополнительная логика которая будет их собственно говоря адресацию тут давать для платы ну вот мы можем предположим просто поменять данные чипы заставить их работать как 48 килобайт это достаточно просто все первые ножки у этих чипов связать и кинуть на землю то есть после этого это будет работать только часть этой памяти и получается у нас будет 48 килобайт здесь например на свой стоит какие-то чипы можно вполне заменять и вот этими 41 256 драм ну вот в итоге я разобрался по этой схеме откуда мне брать данные сигналы нашел их на плате нужно нашел сначала на схеме потом нашел их на плате и сначала я сделал доработку и меняют также как и на эге все это дело было сделано напайка микросхем сверху этой логики дополнительной и и куча лапши вокруг нее вот смотрев что все это заработало я весьма порадовался этому что даже не ожидал что так у меня сразу заработает это все дело я начал делать уже все дело более-менее правильно то есть мой была разработана вот такая вот схема на которые собственно эти вот 6 дополнительных чипов были разведены к ним было дело сделано подводка сигналов с платы и были выведены отдельно сигнала на плату здесь например у нас я заранее предусмотрел что у меня будет два варианта то есть сначала будет выход на 128 килобайт для варианта и прежний вариант 48 килобайт сделать те же самые отразить сигнал который коммутируется отсюда также обратно возвращается в компьютер то есть можно простым был приключателем например добиться того что у нас будет и 48 килобайт и 128 килобайт сначала то я сделал на кнопочке механической такой старой советской шести группами контактов которая была размещена вот здесь вот но она постоянно съезжала она была неудобная и я решил ее заменить двумя такими вот тоже чипами кп-11 из которой у меня коммутация вот этих вот сигналов проходила и возвращалась на плату уже семью сигналами ну вот это выбиралось она с помощью такого переключателя у меня здесь слева то есть вверх 128 мне 48 можно было вот этим переключателем выбирать необходимую нам конфигурацию 48 килобайт если нам этого захотелось например или 128 килобайт на тут конечно тоже лапша но она достаточно такая незаметная то есть покрывается изоляции потом возможно чем-нибудь я ее залью что помешало вот после этого у меня вся эта плата заработала чему это же оказался весьма рад и пришло время еще добавление на эту плату чипа y нам нужна была музыка гипера было значит недостаточно такой продвинутого теперь компьютера сначала я заказал плату тоже на авито с уже разработанным вот сюда вот которая вставлялась в разъем процессора для чего собственно греев и выпаял из этой платы кстати вот тоже по поводу выпаивания микросхем вот этих всех возникли большие сложности потому что плата достаточно старая а сами микросхемы загнаны прямо вот за подлецом можно сказать то есть до максимума и очень хорошо скажем так пропаяны то есть припой находится не только снизу но прошел еще вот здесь не вот вот сюда вот что скажем так сказалось на трудности выпаивания этих микросхем между выпаять вот эти микросхемы пришлось выпаять вот эту микросхему вот эту микросхему вот эту микросхему по зову выпаивал еще процессор то есть вот сколько сколько все пришлось не выпаять чтобы все это дело потом сюда подсоединить и для этого пришлось применять такой достаточно специфический способ с олово отсосом когда он вставлял когда плата ставилась на ребро полу отсос подсоединялся с одной стороны паяльник ставился на ножку в другой стороны том полностью все это дело происходило от паивания и я нажимал кнопочку полу отсоса и еще потом приходилось проходить ее с оплеткой дополнительная финишная обработка была и самое главное здесь было ничего спад и не повредить потому что очень легко вот эти все вот эти дорожки было с нее сорвать и самое главное не надо дергать эти микросхемы до тех пор пока точно все ножки не будут освобождены то есть очень много возни было именно с выпаиванием всех этих вот микросхем ну так вот возвращаясь значит к y то есть чип чип-то и заплату я поставил сверху она конечно заработала ничего другого собственно я не ожидал но ее была большая проблема она не закрывалась клавиатурой то есть она все-таки возвышалась достаточно высоко а кратур здесь проходит достаточно близко к плате самой закрытию было невозможно сначала я пытался выйти из положения таким образом когда я повесил на гибкий шлейф и пытался сдвинуть кверху но плата тоже достаточно большого размера сначала все было нормально но вот это вот уже плата у меня здесь никуда не влезала вроде казалось бы наверху места много у нас но у нас здесь есть клавиатура у нас есть компоненты торчащие высоко над платы у нас опять клавиатура потом у нас секом кодер и на самом деле оказывается что сверху то место то на самом деле очень мало то есть и как говорится выживет но здесь только один вот этот один я решил все-таки оставить плату расширения памяти а этот вот платку которая сверху ставилась на разъем процессора со всеми и вот этими длиннющими мгтфами торчащими из нее я решил убрать и уже спаять свою свой вариант вот он такой же вариант тоже на монтажке простой спаял то есть добавил чипа игрок здесь буквально пара микросхем и несколько резисторов и пара он конденсаторов для микширования звука там из трех каналов стерео это тоже у меня все подсоединялось той же самой плате решение памяти просто по одной простой причине потому что на нее уже приходило большинство тех необходимых контактов которые нужно было для работоспособности чипа а игрок и после этого этого вся вот штука спокойно размещалась уже в этой плате и здесь ничего не мешало по крайней мере там при нажатиях на клавиатуру ничего не проминается ничего не контактит ни с чем и не вылетает собственно говоря что и хотелось получить в итоге значит у нас получился компьютер был изначально 48 килобайт естественно только с бипером обычным сейчас у нас получился 128 килобайтный компьютер в нем есть чипа игры то есть мы получили трехканальный звук стерео причем звук да в отличие от того же zx spectrum плюс 2 в котором звук изначально был моно к нему теперь можно подключить через внешний порт например контроллер дисковода и через контроль дисковода у нас загружается практически там все игры которые только возможно единственное чем я не хват не давала покоя все оставшееся время это возможность подключить к данному устройству еще different си для более удобного чтения дискет или например образов лент диф ммс у меня уже было я его подключал zx spectrum плюс 2 она там прекрасно работает на такая платка тоже заказывал на авито то есть можно ее подключить вот таким способом разъема zx bass но у нас к сожалению данная модель спектрума не позволяет нас родиться в целом диф ммс из-за своих вот конструктивных особенностей частности из-за порта камстом джойстиком когда вот уже начал реализовывать схему решения памяти здесь есть доработки на ней например нужны для коррекции дешифрации портов ввода вывода и как оказалось что вот этот вот часть нам не нужно она уже реализована на нашей плате а вот этой части у нас сильно не хватает как раз именно вот эта часть нам необходимо для того чтобы подключить к нему диф ммс и поэтому я вот в этой плате развел вот эту дополнительную микросхему которая нам только и нужно было для дешифрации собственно репортов этот нас порт поступал потом дальнейшем этот сигнал на вот эти микросхемы kp11a которые как раз обрабатывали клавиатуры camsten джойстик и позволяли нормально более менее дешифровать camsten джойстик и с этим устройством она перестала включить можно было загружать там разные там приложения там trd образы тап образа и все остальное но не работал только кнопочка nmi то есть вызова меню из xdos не происходило это конечно обходится там с помощью специальной программы . browse которые то же самое меню может вызвать но вот например в игрушках я не могу нажать кнопочку сделать сейф и например потом с этого сейва загрузиться причем еще выяснилось что не только сейвы сохранить нельзя но и загрузить их тоже нельзя то есть он не загружает с него образы сна и zx80 файлов то есть вот такая получила штука то есть загружаться с него можно получается полноценная работа как бы с монитофоном и полноценная работа с дисководом но сохранится туда получается никак только если вы сохраняйтесь непосредственно дискету которая у вас здесь вот ремонтирована будет но в целом все остальное работает сейчас мы попытаемся все это дело собрать и запустить смотреть что это получится включаем обратно клавиатуру вставили клавиатуру направляющая здесь она зафиксировалась эти у нас устройства свободно здесь располагаются и к чему не прижимаются дальше закрываем крышечки сверху и все это делаем собираем так мы проверим сначала включается у нас компьютер сейчас я включаем компьютер смотрим вот у нас загрузилось стандартное меню 128 килобайтного спектрума с поддержкой терра доз ну понятное дело что если мы сейчас в терра доз войдем то мы получим сброс потому что у нас пока контроль дисковода не подключен вот ну сначала мы протестируем нашу память вот тест хохонову например тоже все проверяет зоу норма то есть он 128 килобайт здесь тоже определим и запустим какой-нибудь тест выбираем вариант 128 килобайт вот пожалуйста то есть тест памяти пройден опять же определилась нормально 128 килобайт сейчас мы проверим после отключения как у нас будет данный тест работать например если мы выберем режим 48 килобайт сейчас я включаю переводим его 48 килобайт кнопочкой и включаем тоже самый тест вот посмотрим что если будет выбрать 48 килобайт то есть все тесты памяти пройдены на 48 килобайт а теперь посмотрим что будет если мы например выберем вариант теста на 128 килобайт а не 48 после сброса то есть все тесты памяти пройдены на 48 килобайт ну выберем например 128 килобайт вот как можно видеть 128 килобайт тест у нас вариант 48 килобайтами конечно же не прошел собственно говоря что и ожидалось для тестирования игр подключим наш спектрум контроллеру дисковода 128 килобайт режим вот у нас все открылось давайте сразу начнем с чего-нибудь тяжелого например черного ворона работает и у нас черный ворон я даже его запущу с двух дискет одна 5-дюймовая другая 3-дюймовая запуск игры произошел пожалуйста например попробуем запуститься диск 2 уже 5-дюймовая дисководия все пожалуйста все работает все загружается все шевелится отлично отлично музыка играет так и пойдем дальше по классике например то же самое звездное наследие ну вот заставочка появилась игра по ходу стартует да все отлично вот она разница так как говорится с магнитофоном такую игрушку на магнитофону просто не загрузите в спектру требуется именно дисковод и контроль дисковода к нему ну вот все можно сказать конец игры осталось только воспользоваться числом пи так а вот сейчас покажу нюанс связанный с таймингами конкретного клона вот этого то есть дельта с все таки надо понимать что это у нас не пентагон это не оригинальный спектрум вот у нас загружается отличная стратегическая игрушка и что собственно говоря мы видим на экране мы видим на экране что у нас эти бордюрные эффекты которые должны у нас вписываться в размер вот этого всего экрана они у нас сдвинуты вверх и выглядит какой-то зеленой непонятной мешаниной хотя на самом деле изначально это очень красивые эффекты все пожалуйста это как раз тот нюанс когда мы дорабатываем до 128 килобайт не можем обеспечить того чтобы она у нас работала так же как например оригинальный спектр то есть в оригинальном спектре здесь все хорошо на пентагоне правда тоже не очень или например вот у нас есть игрушка например та же самая там олд тавер вот в данном случае получается у нас дисковый образ он у нас заточен под пентагон если мы в нее там вот у нее там пытаемся играть мы получим не мультикор который там изначально предполагается а что то другое вот видим сразу же что у нас еще и проблемы с производительностью это из-за тайминга пентагона ну вот мы видим мерцание на экране это не то что мы хотим получить то есть да вот такие игры например мы поиграть не сможем вот например тоже новая игра от Дениса Грачева по рингу она демонстрирует такой же кашу на экране то есть работает но вот к сожалению не можем получить мы с нее мультикор ну а всякие в принципе новоделы например мать mighty final fight он прекрасным образом загружается и прекрасным образом работает то есть проблемы мы получим только на тех играх где активно используется мультикор ну не пентагон у нас не пентагон да доработать его до пентагона я думаю недостаточно будет заменить просто кварц там на другой частоты там что получить именно там частоту пентагона здесь потребуется все таки наверное еще и другое количество строк на экране каким-то образом получить то есть придется перевопатить схему прилично но смысла этого я честно говоря не вижу сама игра загрузилась сейчас загружается уровень можем даже немножечко поиграть чтобы показать что все хорошо опять же подобные игры поиграть мы с магнитофона не получится все работает все работает меня убивают я их глуплю ну пожалуйста то есть все работает я в принципе даже не сталкиваюсь с теми играми которые у меня на данном коне бы не запускались то есть до проблемы с таймингами есть их никуда не уйти но все остальное прекрасно работает так что данный скажем так допиленный спектрум вполне годен и теперь может только радовать того кто любит поиграть на нем и получить кучу разного удовольствия от игр ну а вам спасибо за внимание всем пока ну а вот